На международный турнир под дзюдо из разных регионов страны и Белоруссии в Десногорск приехали более 200 спортсменов в возрасте до 15 лет. Это уже 23-й турнир по счету. На соревнования приехали и мастера спорта международного класса, олимпийские чемпионы, призеры чемпионатов Европы. Глава Десногорска Андрей Шубин поприветствовал участников масштабных соревнований. Уважаемые спортсмены и организаторы, выражаю вам глубокую признательность за верность любимому делу, за спортивные достижения, успехи, за пропаганду здорового образа жизни. Всем вам хорошего настроения на татане, чтобы прошли все ваши бои без травм и пусть победит сильнейший. Захват, короткий бросок и соперник прижат к матам. Каждая схватка – настоящее испытание, требующее от спортсмена предельной собранности и концентрации. Кока, юка, вазаари, ипан – заветные для всех дзюдоистов слова. Это оценки за проведенные приемы, ради выполнения которых они годами тренируются на борцовском ковре. Схватка длится несколько минут. За это время спортсмен должен провести эффективный бросок или удушающий прием. Любое соревнование показывает именно работу спортсмена. Считается, что спортсмен растет не на тренировках, а на соревнованиях. Поэтому чем больше соревнований, тем спортсмен становится сильнее. А тем более, если это международное соревнование, тогда это еще вдвойне больше пользы. Первый раз в Лесногорске давно мечтали приехать сюда. Тем более, что здесь работал мой тренер, внучкин Виктор Александрович. Все понравилось, все хорошо. Собрали все свои, и народу немного, чтобы именно пробороться для детей. Очень большая, хорошая возможность. То есть организаторы очень классно тут все сделали. Вообще российское дзюдо сейчас на взлете. То есть очень много ярких спортсменов появилось. Я не знаю, с чем связано. Вот прорыв такой пошел, что диву даешься. Если раньше как бы россиян боялись, да, вот они выходят, как бы очень хорошие, ну, были борцы. То сейчас их, ну, не то что боятся, мне кажется, их просто, ну, я не знаю, под ковер, наверное, залезают, когда вот, ну, видят, что россиянин. Главная ценность турнира заключается в том, что дети получают бесценный боевой опыт. Ну, классно, мне понравилось. Я очень удивлен, что я занял первое место. Такого масштаба соревнования удалось провести при поддержке Росатома. Призеры и победители были награждены грамотами, медалями и кубками. Дзюдо – это не просто хорошее здоровье, сильные мышцы. Дзюдо – это еще благородство, толерантность и помощь товарищам.